Здравствуйте, следующий урок. Технологии в компонентах, режим ЧПУ, режим АЯКС, Эрмитаж и постраничная навигация. ЧПУ — так называемые человекопонятные урлы. Это режим работы, при котором адреса страниц формируются в понятном человеку виде. ЧПУ автоматически поддерживает стандартные комплексные компоненты. Давайте рассмотрим режим работы ЧПУ на примере компонента новостей. Перейдем в настройки комплексного компонента новостей. Здесь мы видим опцию включения режима ЧПУ и следующие настройки. Здесь стоит обратить внимание на каталог ЧПУ, относительно которого будет строиться адрес, и шаблоны страниц. Шаблон страниц детального просмотра, в данном случае используется ID элемента и слэш. Это значит, что ID элемента будет использоваться как раздел. Давайте посмотрим, как это реализуется. Перейдем на страницу новости. Обратим внимание на адрес. Здесь используется раздел News и раздел 3. В данном случае 3 — это ID элемента. ID элемента текущей новости. Давайте посмотрим, существует ли этот адрес физически. Перейдем в раздел News. Мы видим, что этого адреса нет. Есть только файл index.php, в котором есть комплексный компонент News, который отвечает за обработку. Итак, как происходит обработка? В данном случае, если система видит, что адресы не существуют физически, то возникает ошибка 404 и подключается в файл 404.php в корне сайта. Давайте его откроем. В файле, соответственно, подключается система обработки адресов, правила которой хранятся в файле URL rewrite в корне сайта. Давайте его откроем тоже. Здесь, как мы видим, есть несколько правил. И в нашем случае используется последнее правило для раздела News, обработку адресов, в котором используется компонент Bittrex News, который физически лежит в разделе News, файл index.php. Стоит отметить также, что этот компонент, компонент, обрабатывающий адреса, может физически находиться в любом другом разделе и обрабатывать адреса из параметра condition. Эти правила создаются автоматически при включении режима ЧПУ в комплексном компоненте и, соответственно, удаляются тоже автоматически при выключении режима. Итак, давайте откроем логику компонента. Компонент поддерживает режим ЧПУ, и мы видим здесь параметр self-mod. Это значит, что режим ЧПУ включен, и следующий код в нем определяет, исходя из входящих параметров, какую страницу требуется подключить в данном случае. Ну, здесь на детальной странице новости подключается страница detail.php, в которой используется компонент news.detail, и в него передается соответствующий параметр ID новости для показа соответствующей новости. Давайте рассмотрим настройки ЧПУ в административном разделе. Это вкладка настройки, настройки продукта и обработка адресов. Здесь также можно видеть те правила, по которым обрабатываются адреса. Те же самые правила, которые мы видели в файле URL-реврайт. Стоит сказать также, что можно пересоздать файл URL-реврайт, если по каким-то причинам сайт перестал работать, обрабатывать адреса. А также стоит отметить, что здесь в этом разделе можно создавать свои правила, редактировать их также. Режим AJAX. Режим AJAX поддерживается в типовых компонентах. И давайте попробуем настроить режим на примере компонента новостей. В настройках компонента есть специальная опция. Включение режима AJAX. Режим включен. И давайте теперь обратим внимание, перед тем, как я перейду в детальную страницу новости, что перезагрузки страницы не произойдет. Вот открылась детальная страница новости. Режим AJAX в компонентах работает следующим образом. Система меняет ссылки и формы, используемые в шаблоне. Это достаточно сложная система. Здесь мы остановимся на ней вкратце. Эрмитаж. Эрмитаж с точки зрения интерфейса – это концепция, которая позволяет работать над сайтом без перехода в административный раздел. Давайте посмотрим, как это работает. На примере компонента новостей. Давайте подключим дефолтный шаблон. И мы видим, что у нас появились кнопки «Изменить новость», «Добавить новость». Давайте изменим новость. Как мы видим, открывается форма, аналогичная форме в административном разделе. И поменяем что-нибудь. Мы видим, элемент изменился. Также можно удалить новость и добавить. Давайте сделаем этот интерфейс для нашего шаблона. Поменяем шаблон обратно. Сохраним. И перейдем в шаблон компонента. Давайте обратим внимание еще раз на то, где располагается наш шаблон списка новостей. Это дефолтный шаблон сайта. Комплексный компонент news. Шаблон news. Namespace Bittrex. News list. И дефолтный шаблон news list. Давайте теперь откроем для примера дефолтный шаблон компонента news list. И воспользуемся здесь некоторыми функциями. В данном случае нам важно использование вот этих функций. Это методы, которые добавляют кнопки изменения и удаления элементов. в которые передаются некоторые важные параметры. Давайте скопируем этот код. И вставим в цикл. В данном случае важно проверить соответствие массивов и переведываемых параметров. ID элемента, ссылка изменения. И также важно использовать ID в том блоке, в котором лежит сам элемент. Итак, мы видим, у нас есть два дива с классами PSHead и PSContent. Давайте создадим еще один див, обрамляющий с этим ID. Для чего это нужно? Это нужно для того, чтобы система могла определить расположение того или иного элемента новости в дом-структуре. Давайте сохраним и обновим страницу. Итак, мы видим, появились кнопки изменения и удаления новостей и кнопка добавить новости. Давайте изменим тестовую новость для примера. Что-нибудь изменим в ней. Изменения прошли и попробуем удалить. Новость удалилась. Постраничная навигация. Постраничная навигация поддерживается системой и типовыми компонентами. Давайте посмотрим использование постраничной навигации на примере компонента списка новостей. Давайте перейдем в настройки компонента. Включим дефолтный шаблон. Настроим количество новостей на странице равным единице, потому что у нас сейчас есть только три новости в инфоблоке. И выведем постраничную навигацию над списком и под списком. Сохраним. Мы видим здесь постраничную навигацию и единственный элемент. Перейдем на вторую страницу. Мы видим параметр, который отображает текущую страницу. В данном случае это страница 2. И также здесь используются ссылки перехода по постраничной навигации. Давайте перейдем в логику компонента. Это компонент NewsList. В данном случае здесь стоит сказать, что для выборки элементов из инфоблока используется метод getList, который выбирает нужное количество элементов для определенной страницы, исходя из входящих параметров в него. Стоит также отметить, что навигационная цепочка формируется в строку массива R-Result с помощью специального метода, который также поступает в определенные параметры. Итак, давайте добавим навигационную цепочку в наш шаблон. Поменяем шаблон на News и перейдем в сам шаблон. Помним, что он лежит у нас в шаблоне комплексного компонента News, а в namespace Bittrex – NewsList. Итак, давайте сделаем принт массива R-Result и убедимся, что у нас поступает цепочка навигации в строку. Продолжение следует... Продолжение следует... Итак, вот мы видим параметр navString, в который передается непосредственно верстка. Давайте ее выведем по примеру шаблона default, откроем его. Мы видим, что в начале шаблона идет проверка на наличие параметра display-top-pager. Это отображение цепочки навигации вверху шаблона. Давайте скопируем эту проверку и вставим в топ нашего шаблона. И то же самое сделаем с проверкой на отображение цепочки навигации внизу. Берем dump, сохраним. Итак, мы видим, у нас используется наш шаблон, и появилась постраничная навигация. Она работает, передается параметр. Давайте покажем возможность использования другого шаблона по страничной навигации. Это тоже можно задать в настройках текущего компонента. Здесь есть специальный параметр, который несет в себе название шаблона. Давайте посмотрим, какие есть шаблоны в системе. Bittrex, Components, namespace Bittrex. И, соответственно, постраничная навигация — это компонент SystemPageNavigation. Мы видим, что здесь есть шесть встроенных шаблонов. И давайте применим сейчас шаблон Modern. Сохраняем. Увидим, что шаблон изменился. Также можно сделать свой собственный шаблон по страничной навигации. Давайте попробуем скопировать его в дефолтный шаблон сайта. Назовем его, например, Navigation. Сохраняем. Давайте пропишем в настройках компонента списка новостей использование этого шаблона. И изменим что-нибудь в этом шаблоне. Здесь мы видим, используется общий div. Давайте поменяем его стиль. для примера. Modern.PageNavigation. Откроем файл style.css и добавим, например, мой border какой-нибудь. Сохраним. И обновляем. Мы видим, что у нас появился border. Соответственно, шаблон по страничной навигации можно любым образом исправить, сделать под себя. Давайте теперь обратим внимание еще на одну опцию в по страничной навигации. Здесь есть возможность написать подпись к названию категорий. Например, если ваш шаблон списка элементов выводит статьи, то, соответственно, здесь можно написать слово «статьи». Обратим внимание. Комплексные компоненты не размещаются в шаблоне сайта, так как они выполняют задачу создания разделов на сайте. При размещении компонента в режиме чипу на главной странице сайта он будет обрабатывать все запросы к сайту, что не совсем верно. Такое решение возможно, но, скорее, это исключение из правил. Спасибо. 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 Спасибо.